Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Я здесь! Продолжение следует... Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но крест говорит, что на таких караванах Сэм заправляет хозяин-капитан. Если и получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охрана человек пятнадцать. Четверо утра по наборжу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если утихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. До чего возиться. Уложить их всех. И дело в шляпе. Прекратить базар. Артем командир ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Артем, может дождемся темноты? Будет проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснет. Тут в кабине можно отдохнуть пока. Стоп. Опять ничего. Что это там? Что это там наверху такое? Это что там? За мешками? Абсолютно ничего. Но как всегда. На пятку идти, конечно, не охота. Ах, как там по правилам. Проверять все подозрительно. Поверяйте. Что такое? Очень подозрительно. Что такое? Никого нету. Смотри, там на борт влезть можно. Давай, я их отвлеку, а ты туда. Спрячься здесь и жди, пока пройдут. Это еще чего там? Надо проверить. Да куда ты вечно лезешь? Больше всех надо, что ли? Да мне бы оно и нафиг не сдалось, но проверить надо. Ладно, давай глянем. Если сожрут тебя, отомщу. Ну да. Задницу мне не прострелить. Мститель. Ты чего валяешься? Вон там, в проходе. Что это? Смотри, слева. Нет, начисать, стоять, это не по мне. Так и со скуки сдохнуть можно. Ну, красота просто. Поставили мля охранять. Могли бы просто вывезти в чисто поле и поставить лицо к стенке с тем же успехом. Что? Кто там? Да, отсюда не видно. Подойти надо. Все же ничего нет. Ну, не очень мне и надо было. Осторожно, слева. Интересно, что лучше, под обстрелом или тут от скуки подыхать? Да, уж повезло. Как не смотри, что под обстрелом. Между грузами есть узкие проходы. Давай через них. Между баржей есть блок. Мегаличное день стоит. Орцы ничего. Та тварь небось, всю рыбу выжрала. Уклейку. Хрен выжрешь. Что это такое? И вообще... Эй, ты кто? Это что за тень? Стой, кто идет! Ах, опять показалось. оказалось точно здесь был кто-то я видел ничего это кто там а именно на этом месте все и дальше пойдет как сейчас у нас затворы на мертва при ржавеют ну что видел что-то вон проходит сейчас кто-то там есть странный звук надо доверить ну вот и тот мусор это что внизу так перезарядка прикройте вон он за ящиками вон хижина там он получай получай вон и вон Ну что, ребята, готовимся к отплытию? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удачи нам пригодится. Ну, как говорится, 7 минутах под кейлер. Ура! По местам стоять, с якоря сниматься. Сейчас где-то полный день пройдём. Всё, предстерёг, Кабыша, поднимали. Занос лучше с утра пораньше заявить. Туман гуще всего. Да и они всех поспятают в третьей сотой. Анастасия ВСТУМ Артём, князь, мыть-то вон. Приближаемся. Вот там, видишь, на верхотуре самый костер Там кабина управления была А теперь молельня Поближе к богу, понимаешь? Ну и вам, значит, и туда А я пока охране зуба заболтаю Эй, на берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебе торговать будешь, а? Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки Удачи! Мы его излучим и корягу поймали Весь борт разворотил Приходь на мель сажать Артём, князь Оброра скрытно, подвлекается на исходное Готовы начинать по вашему усилию Принято, товарищ полковник Работаем А, чего? Явились ведь, как отец Силантии говорил Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренней не был Не был Допрыгаешься Пошлёт святой отец демонов искоренять Ну, рано ведь Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж В общем, юридик прямо на проповедь Косу Силантию явился Всё как в видении землю провалился И Гатька эта ведьма с отродьем своим сбежала Говорят, у еретиков её видели Думаешь, нападут они? Да кто их знает? Это же еретики Рыбы их возьми Да уж, им бы убивать только Одно слово не хрустит Я чего вообще? Семён-то не вернулся Такие подвижники, брат, не возвращаются Да и нехристикам хуже демонов Слушайте Их и боюсь Мне-то многого не надо Одного бы изгнать и домой А тут они На всё воле божья Ох, ох, ох Это да На всё воле его Да не переживай Как тут не переживать? Очкарика, нападу я всё упокой Господи, его душу Хоть и не на демона Хотел бы Я вот не на демона А я ведь узнал Ещё ничего Я нашел, и меня тогда сразу Всё понял Надо было тогда же её Хотят, как все На сегодня на той стороне Мёдом наматся Ну, давай я тоже Э, брат Все лучше жизни хотят А хорошо, где? Сам, где? Где нас нет? Вот где Чего это? Мы же праведники А все в силах не с нами Да не про то я, бестолыч На тебе Артём, я почти на месте Где ты там потерялся? Давай Стою, вот рассмотреть по сторонам Больки и Витики Твои И разверзлись небеса И пал на землю Грешную дождь и драте И стала земля Пеплом И вскипели моря И люди все не обратились И только обитель Наша уцелела Ибо тут нашли приют Верные Господу И с милостивился Господь И промежних избрал старшего Именем Силантий И рёк ему По те поры будут с вами И буду вязать технику песовскую Отвергаете А пусть и прочего Отвергаете ли хитрость дьяволову Тот электрический проклятый подарок Лукавого глупца Чтобы те о себе возомнили Будто стали превыше Господа И при могуществе Его Отвергаете Истинно Ибо в токе электрическом И соблазн сатаны И яд его Ибо лишь только тот Кто отринет ток И атом И машины всякие Пройдёт Царство Божье Лишь того Кто тебя не заворал Пропустит Хлебные чертоги Господа Царь Рыба Царь Рыба И не убоимся Присплоть Что двойной К нам пожаловали Что напали на приют И хоть стоит У наших ворот И конь железный Масква Плачет Сверх 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 И не уберемся Встретим Во все Ружье 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 Аминь Так пусть Сначала Головорезов Местных Извели А теперь И за нас Взялись Стариков И детей Тоже убивать Будете Или уже Вдовок Крови Напились Уезжайте Сглаз Долой Пусть Бог Вас За грехи Карает А мне Надлежит Пасху Мою Беречь Ну вот и Молодец Братья Внимание Огонь Не открывать Слышите За стрельбу Проклянул Вот все Что мог Вы главное Не стреляйте А машинисту Скажите Чтобы не гнал Мост еле дышит И останавливаться Нельзя Мост рухнет Вам придется Прогреть А вы это Князь Мы тут Деварились С местными Нас пропустят Если не будем Стрелять И пойдем Малым годом А и останавливаться Не будем Прием Артем Прыгаем Неплохо Мы сработали Артем 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 Просыпайся Проснулся уже Артем Тебя полковник В рубку зовет А я побежал Вставай Пора Просыпай Просыпай Это Геннель, Геннель, слышите как? Прием! Так, красавцы. Ладно, позже. Внимание! Свет по восстановлению базы Ковчег. Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит верность присяге, объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Код 1911-79. Отец говорит, они маскируются. Говорит, это их шифры, все, а не разговоры за жизнь. Но как им удается так замаскироваться, чтобы их и не видно было? Это же железная дорога, они же должны ее контролировать по всей длине, да? Или хотя бы в ключевых точках перерезать. Ну, если они нас захватили. Это же главный транспортный коридор. Может, их тут и нету вовсе. Не добрались сюда или отступили уже. Хотя куда? Ни Катя их видом не видывала, ни крест. Хотя мы и без них неплохо справляемся. А? Средневековье какое-то. Вон у Силантии люди в рабстве. Гробит их почем зря. Неужели им бы без этого вранья, без сказок его, без жертвоприношений хуже жилось? А мы что? Сколько лет в подземельях сидеть, есть друг друга поедом и даже не усомниться в том, что наверху жить нельзя? Артем, посиди со мной немного. Хорошо как. Век бы так лежало. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так, вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши, куда-то в никуда. Да, да еще и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Ну, до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Знаешь, я тут с Катей поговорила. Что, идешь уже? Ну, беги. Куда они без тебя? Скуда делал? Хотите посмотреть? Так здорово получилось. Сюда, дядя Артем. А, привет, Артем. Видишь, как я тут устроился. Как король число. Верстак какой шикарный, а? Все под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошло. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь. А я тут из них буду делать всякое. Работа-то, непочатый край. Вот еще не решил, где костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честь слова. У князя он броник спинную пластину вообще не держит. А он ржет. Хорошо, мол, не переднюю, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас, Разгильдяев, сделаю снова настоящую армию. В общем, у меня все. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Да, собственно, мне тут есть чем заняться. Ломать снаряжение все гаража. Что, тоже покурить вышел? А это дело. Пробирает курева. Пробирает. Забирает. Ну ничего, продышимся. В общем, правильные вы, Артем, люди. Полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил. Орел. А сейчас грудь колесом ходит. Хвастается, как есть пацан. Но боевой. Ну так, я что сказать хотел. Спасибо, в общем. Вы меня как своего приняли. Ну и я... Простой я человек. За мной не заржавеет. Ну и как оно тебе тут? После подвалов ваших, а? Ну а то, мил... Лучше, а? Тьфу, ты... Хотя, как я понял, к начальству намылились. Ну вот ты не серчай, братка. Ну вот разъясни мне один вопрос. На кой оно вам сдалось, а? А машина швейнер у вас есть? Не, ну глянуть интересно. Тут не вопрос. Вот только я пока мотался, начальство встречал в виде жмуров или бугров бандитских. И эти вот куда мерзей урок обычных. Вечно речи толкают перед тем, как ублюдство какое сотворить. Я это к чему вообще? Мне-то и до войны от начальства этого ни холодно, ни жарко было. Но уж теперь, как все накрылось медным тазом, на кой оно вообще? Я-то человек простой. Раз подписался, то куда вы, туда и я. Ну вообще, лучше бы место поприличнее найти и да пожить чуток по-людски. Хотя, может, у этих хрома там царские. Мы пристроимся где-то. Ладно, Артем. Ты тут продрог не будешь. Ну так беги. А я как все. Нитку, буговку, заходи, Артем. Присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Как, Артем, тряхнем стариной? Бери гитару. Бери гитару. Бери гитару. Спасибо, Степа. Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел. Ну-ка, да и я. Отец мастер. Он погиб ведь. А ты как думал? Артем, тебя полковник в рубке ждет. А с бронником-то что? ТТшник ругался? Ну, тут длинная история. Крэ кокетничает. Рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артем там возится. Артем, иди сюда. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник. Дешифратор подключил. Ковчег. Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Да, да. Все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, и поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верной присяге и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположении. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К-6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но, по-человечески, я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на копчине.